Друзья, всем привет! Я сегодня приехала на выставку Интерткань, потому что сегодня как никогда важно все-таки иметь сырьевую базу, иметь поставщиков, с которыми мы будем потенциально работать. И меня особо заинтересовали в анонсе выставки, что будет дискуссия, конечно, совсем скоро я под меня схожу, по поводу льна, по поводу конопли. Если кто не знает, то раньше конопля она очень активно использовалась, и пенка это и есть конопля, из нее делали одежду, и сейчас есть потенциальные возможности для восстановления этого дела, и на мой взгляд это очень-очень интересно. Сейчас пойду, посмотрю, покажу. Здесь также представлены на этой выставке Интерткань и, соответственно, оборудование. Все буду снимать, все буду показывать и рассказывать. Поехали! Итак, это один из моих любимых отделов выставки. Здесь всегда показывают разнообразное оборудование. Вот, смотрите, это оборудование для кроя. Так что можно посмотреть, как это все происходит. Сейчас нету активных базы. Далее у нас бирки, этикетки. Тоже плоттеры автоматические. Это уже у нас, смотрите, практически полностью оборудованное рабочее место. Это фирма Джуки. Особо интересно, я знаю, что здесь должно быть представлено оборудование для печати. Я сейчас обязательно его найду и его покажу, потому что это как раз прекрасная возможность познакомиться с тем, как это все выглядит. Вот, смотрите, это оборудование для термопресса. И вот здесь как раз все это представлено. Можно прийти, посмотреть и поговорить. Вам все покажут и расскажут. Это вышивальный комплекс. То есть для тех, кто хочет свой цех и хочет оборудование, выставка вообще является, ну, обстануальным местом, где все это нужно искать. От оборудования до пустых чехов селья, соответственно. И вот здесь есть еще раз. Оп πάıldı. Продолжение следует... Видите, мне часто задают вопросы, как печатают ткани. Это вот орлонный принтер для печати. Печатает, смотрите, на чем? На ПВХ-пленке, в галлите, баннеры, обои, кресла, бумаги, текстиль и кожи пластики. Такой достаточно он широкий. Печатает до 23 метров квадратных в час. Это скорость печати. Сейчас он не запущен. Здесь карта пишется крапкой. Соответственно, это все можно делать. Вот здесь этот печать подкрой. То, что я много говорила. То есть, смотрите, уже отстроенная конструкция. И, соответственно, происходит три части на Classic Bordili. Садини. Для того, чтобы в дальнейшем это рассказать, что готовое изделие. Вот такая штука, достаточно большой. Видите? Все у меня. И еще 20 штук. Еще оборудование тоже, вот смотрите, что-то новое сейчас будет печатать. Уже распечатан крой. Это вот текстильные пулатры. Здесь чернила находятся. И происходит печать. Если посмотреть, там внутри бегает печатная головка. И, соответственно, печать. Вот такое качество получается. Но достаточно четкое. Все красиво, ярко и сочно. Это раскроечный комплекс. Большой стол, который потом может это все раскроить. Вот головка, конечно, сама основная. Именно она и будет врезать. В одном наносится, во втором запекается. Здесь, кстати, горячо стоять. Потом печатается следующий цвет. Вот этот сверху. Это, видите, сереньким цветом оно будет печататься. Сейчас обойду по кругу. Она такая большая круговая машина. И будет видно, что будет в конце. Это будет? Сейчас я вижу, что вон там добавляется красный цвет. И сейчас мы видим, как добавился. Какой-то желтый. И стал вот такой красный. И чистый. Смотрите, синий. Это совсем другой. Вот то, что не печатается. Это то, что не печатается. Это то, что не печатается. Итак, друзья. Я вернулась с выставки и хочу с вами поделиться своими впечатлениями. Что я увидела, что интересного, что мне понравилось, что не понравилось. Во-первых, для кого полезны выставки? Если вы, например, студент, то вам обязательно нужно ехать, нужно смотреть, нужно изучать, понимать, как это все устроено. Если вы специалист и у вас есть какая-то конкретная задача подобрать оборудование, найти ткани, найти фурнитуру, найти новых поставщиков, то выставка как раз то место, где все собираются. Если вы просто любитель и хотите зайти в этот бизнес, то тоже имеет смысл смотреть. Выставки, я говорю именно про текстильные выставки, но они есть разные сырьевые, в разных сферах есть лескохозяйственные выставки, там выставки по технике. Но вот это была именно интерткань по тканям и оборудованию. Соответственно, туда можно съездить и посмотреть. Именно на этой выставке были представлены ткани, полотна, фурнитура и еще были представлены оборудование. Притом оборудования в основном было швейного, вязаного не было, вышивальное оборудование было и было оборудование для принтования. В общем-то, это все очень интересно, можно походить, посмотреть, потрогать, попросить, чтобы вам рассказали, как это работает. Здесь как раз тренируются коммуникативные навыки, когда вы подходите, спрашиваете, можно набрать кучу образцов. Желательно, конечно, ехать, когда у вас уже есть понимание, что вы хотите, как вы хотите. То есть, ну, я планирую там отшить коллекцию купальников. Мне нужно под эти купальники подобрать фурнитуру, мне под эти купальники нужно подобрать материалы. И, соответственно, я уже буду выбирать те фирмы, которые меня интересуют, и буду по ним ходить, собирать контакты, собирать визитки. Эта выставка была немножко такая она странная по настроению, потому что, естественно, это все планировалось еще до известных событий. И те турецкие партнеры и из других стран партнеры, которые приехали, французские и так далее, тоже как бы все ценники в евро. Непонятно, будет ли осуществляться в дальнейшем кооперация или не будет. Неприятный сюрприз, который я сегодня узнала, что с Беларусью, со страной Беларусь, у нас тоже конвертации через доллар. С узбеками тоже через доллар, поэтому мы здесь под сырьевая база вся подвязалась. На выставке еще есть такое понятие, как деловая программа. И она бывает достаточно интересная. Иногда просто нудят о какой-то непонятной хрени, рекламируя свои компании. Иногда действительно рассказывают очень интересные вещи. Вот сегодня я специально ходила, мне было очень интересно послушать про лен, про коноплю, про хлопок, про их выращивание у нас в стране. Ну, вообще про то, что мы говорим об импортозамещении. Так вот, к сожалению, услышала я не очень приятные вещи. На самом деле нет у нас никакой сырьевой базы, у нас еще как-то химическая промышленность более-менее там что-то дышит. Но это в основном не тканые материалы, и они идут не на одежду. Вот, полиэфиры всякие, а именно конопля, это же пенька, ее раньше запрещали к выращиванию, а теперь ее опять можно как бы выращивать. Вот, она очень маленькая, всего 2% от мирового объема конопли, при этом у нас нету оборудования. Мы закупаем оборудование в основном у французов для того, чтобы то растение, которое созрело, после этого мы бы уже могли с вами как-то обработать и сделать из него непосредственно уже пряжу и полотна создать. Ну вот сейчас это развивают, тоже слушала выступление, именно это не совсем фабрика, то есть у них и свои сельскохозяйственные угодья, плюс они переработкой занимаются, тоже очень интересно. С сольном тоже все не очень, он постоянно год из года сокращается, хлопок в принципе у нас плохо растет, ну к Риму-то не очень российский подходит. Вот, поэтому с конопляной фабрикой тоже, что мне не порадовало, то есть они производят и при этом все продают на экспорт. В России тоже ничего не остается, еще делают французы, еще делают канадцы, ну вот такой момент. Меня вот это конечно очень заинтересовало, ну и расстроило, потому что действительно как бы нету сырья. Все сырье, которое к нам привозят, оно импортное, это либо Китай, либо Индия, либо Пакистан, либо Турция, ну не знаю, что сейчас будет с итальянцами, французами и так далее, с зоны Европы. Будут ли ходить товары или нет, этого я вам естественно сказать не могу. Вот, поэтому в любом случае стоимость продукции будет повышаться и повышать ее будут сейчас уже, потому что если сейчас производители не повысят цену, они не смогут закупить следующую партию, просто фирмы будут банкротами. Вот, разговаривала со своими коллегами, у них свой бренд Курток, они говорят, что стоимость сырья выросла на 60%, то есть это не подорожание цены на 15%, это стоимость сырья выросла на 60%. То есть есть естественная инфляция и плюс еще сверху навалилось вот это все удовольствие. Как это все будет развиваться, я не знаю, немножко у меня такое, ну как пессимистичное настроение после этой выставки. Очень красиво все по принтам, я это все вам засняла, естественно вы это все смотрите в ролике. Это все действительно красиво и с принтованием тоже возникает вопрос, потому что большинство чернил импортные, соответственно, закуп будет либо прекращен, либо будет более дорогой. Можно перепрофилироваться на, например, китайские, индийские, но нужно понимать, что они тоже закупаются к привязке в валюте. Поэтому удешевления здесь ждать негде. В плане дизайна, в плане конструирования все будет хорошо, хотя в плане дизайна тоже будут наблюдаться некоторые проблемы. Поскольку это человек, который постоянно работает с Adobe, не знаю, что будет дальше. Они пока всем пользователям, которые у них есть, которые не имеют отношения к массовой информации, а фэшн отниматься информации, ну не средства массовой информации, не запретили доступ. Но вот вопрос сейчас в платежах, как мы это будем оплачивать, а у них это помесячная подписка, то есть, ну ты не можешь купить программу, грубо говоря, там на два года ей пользоваться. Нет, ты должен каждый месяц это платить. Как это будет, я не знаю, новых пользователей они особо не берут, соответственно, перекрывают программное обеспечение. Склот 3D, вот я не посмотрела, насколько они остаются, не остаются. С сапрами будет нормально, у нас есть свои сапры, у нас есть Ассоль, есть белорусские программы, есть Грация, я думаю, что они останутся у нас. Вылетело из головы. Ну, в общем, с сапрами намного проще, чем с графическими редакторами на данный момент. Вот, и, соответственно, придумать все здорово, а вот как это воплотить в жизнь, вот здесь уже будут вопросы. Сейчас будет как-то рынок перестраиваться, как-то это все будет, ну не знаю, будет устаканиваться каким-то моментом. И еще вот тоже читала новости, что вроде как Индитекс не выходит с российского рынка. Правда это или нет, вроде как у них просто переостановка деятельности, я не знаю. Вот такая вот новость, не сильно она позитивная, не сильно негативная. Вот как есть, вам рассказываю. Будем смотреть, наблюдать за ситуацией, все равно будет какое-то движение, какое-то развитие. Ну и, конечно же, если действительно заниматься импортозамещением и сектором легкой промышленности, то нужно в первую очередь бежать не дизайны делать, а заниматься сырьевой базой. Потому что пока нам не из чего это делать, пока не произведены полотна. Можно удизайнериться что угодно, но непонятно как и откуда. Вот, и то, что касается, вот меня спрашивали тоже больших брендов, с ним все будет хорошо. Конечно, они немножко сейчас ассортимент утрясут, кризис для них не первый. Российские бренды останутся. Опять сейчас понизится качество продукции, будет ее, ну, понижение вообще всех потребительских свойств, удешевление материалов. Вот, но поскольку повышенство производства у наших компаний это все-таки Китай и Индия, то, естественно, все будет нормально, все это будет поставляться. Ну, главный теперь вопрос в границах, как вообще будет ходить, не будет ходить. Но я думаю, что, по крайней мере, одежда, она не относится к каким-то там запрещенным, да, категориям. Но оборудование и все станки, это же тоже микрочипы, ЧПУ и все остальное. В общем, вот так. Будем смотреть, будем делать. Я таки доехала до выставки, и, несмотря на то, что прибавляла, не уверена была, что смогу это сделать. Да, и вообще как-то не очень хотелось. Но, наверное, лучше делать обзоры, чем просто сидеть и сходить с ума. Поэтому вот такой обзор. Можете со мной делиться своими мыслями, своими комментариями по этому поводу. Я пока смотрю на то, что происходит, и никуда бодро не бегу и не дергаюсь, потому что, ну, я не совсем понимаю, куда все, что есть, мы стараемся наладить. Вот Wildberries лег и не работает. И я не знаю, когда он будет работать и в каком формате. Соответственно, вот так планомерненько, веером все отключается. Facebook, Instagram, Wildberries. Осталось, чтобы еще доказал, он лег, и, в общем-то, можно все с чистого листа начинать. Вот. Такая вот история. На этом все. Будем смотреть с вами дальше. Будем следить по модным тенденциям. Пока я вам ничего говорить не буду. Какие-то общие принципы можно будет проговорить отдельно в видео. Если есть вопросы, пишите. Но я все-таки буду смотреть на ситуацию в целом. А мода – это всегда отражение того, что происходит вокруг. Происходит вокруг, ну, я даже не знаю, как это описать, чтобы это было корректно. Чтобы меня просто не заблокировали. Поэтому там, естественно, все тенденции, которые были заявлены, не будут актуальны. Они будут пересмотрены. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok